Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован и я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами на такую ужасно вонючую тему об эффективности различных средств для снижения запаха, септиков, а также подстилки животных. На сегодняшний день на рынке существует немало препаратов, предназначенных для этой цели. Все их можно разделить на две большие категории. Первая категория это сильные окислители. Эти препараты сродни перекиси водорода, сродни персоли, сродни хлорсодержащим отбегавателям. Они все обладают сильным перекисным действием. Они окисляют дурно пахнущие органические вещества до каких-то других веществ, не обязательно безвредных, но все-таки которые не обладают неприятным таким запахом, или их запах гораздо слабее, и тем самым предотвращают вот этот вот зловоние и плохой запах. А вторая категория препаратов, которая мне более симпатична, это препараты, содержащие в своем составе микробы, микроорганизмы, которые занимаются активной, быстрой переработкой дурно пахнущих веществ и тем самым способствуют снижению их концентрации. Либо же переводят микробное действие внутри выгребной ямы, внутри септика или в подстилке животных таким образом, чтобы дурно пахнущие вещества там изначально не выделялись. Какие же вещества доставляют нам наибольшее неудобство? Это, конечно же, аммиак, это, конечно же, сероводород, это другие серосодержащие соединения, меркаптаны там и так далее. Их большое-большое количество. Поскольку эффективность разных препаратов разная, мне неоднократно просили проверить, какие препараты являются более эффективными, какие менее эффективными. Тем более, что по этикетке судить достаточно сложно, там не написано, что содержит такую-то бактерию, такую-то бактерию, такую-то бактерию, в таком-то количестве. Чаще всего написано просто микроорганизмы, способствующие или ускалению минерализации компоста, там выгребную яму, там еще что-то такое. Вот никакой конкретики там нету, ни количества, ни качества в составе не прописано. Соответственно, пойти можно только практическим путем. Испытать, попробовать и понюхать. Другого варианта такого я не нашел. Я высевал их на чашечки Петри, вот сиянием 3 мы разбирались достаточно активно. Я удивлялся, что там масса микроорганизмов, которые выделяют аммиак. Но то как это может способствовать снижению запаха? Ну, однако же вот так. То есть, все равно я решил все это проверить не неопосредованным экспериментом через изучение состава микроорганизмов, а непосредственно напрямую, воняет или не воняет. В качестве экспериментального субстрата я взял подстилку из-под кроликов. Среди множества животных, которые обитают в Республиканском центре экологии кролитиня, кролики дают такую самую вонючую подстилку. С ними вот в этом смысле самая такая беда и проблема. Соответственно, я взял контрольную баночку, везде баночки экспериментальные, насыпал туда некоторое количество этого подстилки, там и помет есть. То есть, ну, вполне себе система симулирует или воспроизводит септик клетки с животными, там, стога и так далее. Ну, начну нюхать прямо здесь, перед камерой. Ух, запах отвратительный. И поскольку это закрытая система, он не испарялся, и там довольно много накопилось аммиака. Аммиак, это такой, ну, знаете, нашатырный спирт, резкий запах, очень неприятный. Следующее, что я возьму, ну, чтобы эту всю систему не повалить, это доктор Робик для нагребных ям и септиков. Написано, что специальные композиции полезной бактерии ускоряют естественные биологические процессы. Доктор Робик, так, иди сюда. Вот доктор Робик. Сейчас мы его понюхаем с носными запахами. Ну, вы знаете, что, ну, ну, он неприятный, но вот этого дикого аммиака нету. Ну, то есть, дышать, в принципе, можно. Ну, отличается от Кентоли 100%. Так. Второй доктор, это доктор Робик, уничтожает запахи, ферментирует биоотходы на 30 дней на кубометр для септиков, выгребных ям. Ну, также содержит здесь какие-то эффективные микроорганизмы, эффективные микробы. Ну, вся инструкция, все хорошо здесь написано. Так, доктор Робик, смотрим его, доктора Робика, вот. Ну, в общем-то, я бы сказал так, что очень похоже на доктора Робика, никакого принципиального отличия по запаху я не ощущаю. Ну, скажем так, если бы так пахло в туалете, или если бы так пахли клетки от кроликов, то это вполне нормальный сносный запах. То есть, его не то чтобы совсем нету, но терпеть его вполне можно. Хорошо. Так, следующее что? Чистый дом. Ускоритель компоста. Почему я его взял? Потому что в нем написано, что он, значит, препятствует распространению болезней, экологическое средство, эффективно разлагает, обогащает. Ну, и в том числе, в том числе, есть вот такие вот рекомендации. Давайте его понюхаем. Этот чистый дом. Человек просто зашел в магазин, на самом деле, купил все подряд, все, что только было. Ну, знаете что? Пахнет вообще запах хороший. Пахнет каким-то парным молоком. Ну, вот как от коровы. Такой запах животного, но не неприятный. Специфический, но не неприятный. Ну, как от чистенькой коровы вот так вот пахнет. Что-то вот такой вот запах получается. Но аммиака даже нету признаков. Признаков аммиака нету. Абсолютно. И на закусочку оставлю сияние 3 центра природного земледелия. Баксит его произвел. Очень многие его хвалят, очень многие говорят. Вот он будет. Ой, вы знаете, что... Ой, зря я это сделал. Это самый дикий аммиачный запах из всех, какие только были. Вот самый дикий аммиачный запах. Не рекомендую. Сияние 3. У меня нет никакого к нему предубеждения. Но он реально не работает. Пахнет отвратительно. Просто ужасно. Не знаю, может кому-то другое какое-то сияние 3 попадется. Я купил его в центре природного земледелия в магазине сияние в Минске на улице. Сургановым у нас такое оно есть. Вот я его там купил. И я не думаю, что в этом центре сияния придается какая-то подделка. Ну, может быть, все может быть. Ну, не думаю. Мне кажется, что это не подделка. Ну, во всяком случае, это, мне кажется, оно еще сильнее воняет, чем контрольный образец. Ну, кроме того, я по-прежнему могу рекомендовать вам использовать для этих целей рассол от квашеной капусты, от соленых квашеных огурцов. Они работают вполне сносно. Во всяком случае, та молочная кислота, которую образуют эти микроорганизмы, эффективно связывает аммиак. И вот этого острого гадкого аммиачного запаха вы уже чувствовать не будете. Что ж, вот такое вот наше маленькое исследование. Немножко я над собой поиздевался, поэкспериментировал. Ну, а принимать решение все равно вам, на чем остановиться и что использовать для этих целей. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего.